вот кто стоял здесь то знает сейчас на мониторе мое время пошло то есть я четко понимаю что мне остается все меньше меньше и меньше когда мы рождаемся перед нами тоже включается вот такой же мониторчик перед каждым из нас твое время пошло есть огромная тема я не медик я не врач бог миловал есть огромная тема эта тема здоровья я сюда приехал по приглас по приглашению мир бека но так совпало я сюда приехал по приглашению еще очень влиятельных людей потому что я являюсь тренером личной эффективности личная эффективность первую очередь это энергия человека энергия человека это здоровье человека поэтому когда-то когда мне стало очень плохо я тоже стал задумываться над вопросом а сколько мне еще осталось когда-то вот этот вопрос возник и передо мной мне было 42 года а 42 года в жизни мужчины это особый возраст джордж клуни известный большинству из вас замечательно как-то в одном из интервью сказал когда я не исполнилось стукнуло 42 и утром я так посмотрел на себя в зеркало с утра и и подумал да пора в этой лодке что-то просмолить 42 в жизни мужчина особый возраст это начало конца женщина у женщин еще все впереди там еще и с русском языке такое выражение 45 баба конечно у женщин в этом возрасте много уже и сзади но впереди как правило больше так вот у русских есть такая поговорка в 45 баба ягодка опять про не знаю вот про мужчин такого не говорят но если мужчина действительно хозяин своей жизни если он действительно управляет свою жизнью я обращаю ваше внимание на первое слово меня интересует только то что может быть управляемым я менеджер и бизнесмен я люблю то чем я управляю я не манипулирую я управляю то есть делаю определенные вещи для достижения определенного результата так вот когда у меня возникла эта ситуация у меня там одна проблема возникла со здоровьем 2 3 я пошел по врачам я обычно не ходил по врачам я справлялся до этого сам я когда-то весил 100 килограмм был на грани инфаркта вовремя одумался начал бегать завел собаку перестал есть одни вещи начало есть другие вещи но все равно 42 года я пошел по врачам я пришел к одному врачу и мне говорят на что жалуетесь игре вот на это так хорошо фамилия имя сколько лет я говорю 42 что же вы хотите я искренне как наивный человек я стал думать уже действительно хочу я понял что это был такой риторический вопрос не требующий ответа вот и потом я пошел следующему врачу но мне выписали направление на операцию у первого врача нехорошего операции сильно нехороших потом я пошел к следующему врачу казалось бы офтальмолог окулист добрый день на фамилии имя да на что жалуетесь на то-то сколько лет 42 ну что же вы хотите и тут я понял что то ли они договорились между собой хотя клиники разные город один но клиники разные либо что-то вот действительно они учета задумали такое знаете пошел я к третьему врачу не поверите сколько лет 42 что же вы хотите и когда я начал спрашивать а в чем проблема то почему 42 мне начали делать экология политика стрессы в общем не нервничайте самый лучший и главное легко исполнимый совет вы не нервничайте мне после этого совета как-то сразу хочется удушить того кто дает этот совет но так знаете хладнокровно я понял что они мне не помогут почему потому что каждый из них выписывал мне направление на операцию а у меня тогда должен был родиться третий ребенок как вы понимаете жить хотелось было ради чего я так подумал что наверное я и если я эти проблемы создал наверное я их могу и решить и я начал копаться ковыряться напомню я филолог плюс бизнесмен вот такая странная связь я нашел очень много людей в истории которые делали невообразимые вещи со своей жизнью но не в смысле событий идея в смысле продолжительности и качества жизни потому что напомню всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как комплекс физического душевного социального и материального благополучия человека вот так много мне например год назад я измерялся точнее в мае прошлого года мне было 29 лет это я говорю о метаболическом возрасте представьте себе я действительно знаю могу я управляю возрастом те из вас кто поймет эту идею возьмет эту идею вы тоже сможете прожить минимум на 10-20 лет дольше чем ваши сверстники и это управление и контроль разумный нормальный эффективный и не требующий дополнительных материальных вложений значительно чтобы вы поняли что это все не фантазии хотя наши предки мне повезло я когда прилетел сюда несколько дней назад в аэропорту ждал свой багаж и вот вот знаете как видение как тени отца гамлета но я прилетел в киргизию а кругом все ходят в джинсах с кока-колой но это пока вы еще не поняли что этого нельзя делать я не про джинсы и про кока-колу и вдруг выходит вот такой дедушка и вот так идет он вот такой маленький вот в этой огромные штуки на голове в белом халате с кучей орденов и вот я такая что это дедушка знаете как вот кизилова я такая трость он вот такой был действительно аксакал вот действительно железный человек и мне это очень понравилось хороший для меня был символ наверняка этот дед что-то знал наверняка он как-то жил что он так смог сохраниться в таком состоянии до таких лет но те кто не знают те кто больше полагается на ученых во всех вопросах пожалуйста я специально цитирую вот эта схема она наверное самое главное первое и вчера вечером с одним из очень уважаемых людей здесь бишкеке вообще в кыргызстане мы говорили именно об этом начните пить воду у вас прекрасная вода я очень хорошо разбираюсь в воде уже теперь у вас великолепная вода которая называется по моему тяньшань она очень мягкая она очень вкусно начните пить но самое главное что я хочу вам подарить это вот эти цифры 30 40 миллилитров на один килограмм веса вашего в сутки не просто пить воду а пить ее именно столько потому что более 140 болезней в том числе запоры которые отравляют человека в том числе все проблемы с костно мышечным опорно двигательным аппаратом и суставами и так далее в том числе онкология в том числе но онкологии не из-за того что вы не допиваете воду но это очень сильно провоцирует и осложняет в том числе все что связано с сердечно-сосудистой системой с давлением и так далее это просто вода 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 пейте воду вы можете пить все остальное если вы еще после этого захотите конечно но если вы будете выпивать столько женщин у вас будет прекрасная кожа мужчины вы сможете гораздо чаще дольше и эффективнее попробуйте если вы перед тем оба оба или обе ну там как пойдет у вас выпьете не шампусика а воды воды и во время этого будете иногда прерываться на воду ну попробуйте потом в твиттере я есть смс и пожалуйста значит засекли без этого столько с этим значит вот столько вам понравится следующий пункт это очищение это очень важно я не знаю как это происходит в киргизии но я знаю что те кто просто начинают об этом задумываться и хотя бы два раза в год чистят себя они живут лет на десять дольше это несложно если это нужно далее клеточное питание то есть меня поражало всегда я сам об этом не думал для чего мы едим вот как правило всегда вот такая реакция для чего вообще мы едим ну надо же правильно энергию да в том числе самое главное для чего мы едим что такое пищевые продукты что такое еда я не буду терять время что точно именно так человек есть то что он есть то что ты съел становится тобой единственная цель с которой мы едим мы из этого состоим мы из этого строимся поэтому есть нужно только то есть чего мы строимся я дальше там вот такие всякие аббревиатуры и так далее качайте задавайте вопросы разберемся времени мало еще один нобелевский лауреат тот самый ph очень многое обговорилась писалось и потом кто-то скалша все это неважно это важно если у вас плохие зубы у вас проблема не с зубами у вас проблемы с ph вашего организма когда моей дочери исполнилось пять лет мы пошли к стоматологу естественная смена зубов он сказал какие хорошие у девочки зубы я так посмотрел чем вроде нормальные то есть но я понимаю если были как у акулы там в три ряда да вот я в чем чем них такого хорошего кривые желтые зубы детские нужны там особо он говорит ни одной дырки в пять лет дырки ну что вы говорит вы чего-то типа не знаете сейчас у детей в пять лет уже куча дырок но дырки у детей в зубах появляется потому что мы их любим и балуем особенно бабушки и дедушки но им все равно скоро умирать на хоть напоследок детей побаловать поэтому первое чем предупреждены мои бабушки и дедушки не надо их так любить не нужны им эти булочки конфетки кока-колы и прочие ваши варенье вы их убиваете пожалейте их дальше об этом опять-таки скажу так вот если в помню я не знаю как в киргизии но раньше в россии работников выбирали по зубам тоже как лошадь кстати говоря почему она же не щелкунчик зачем вам ее зубы что же в них смотреться будете потому что именно зубы человека не их цвет а их прочность отражают состояние ph организм этого человека это наверное самое важное так вот смотрите чего нельзя есть вы можете проверять можете соглашаться или нет дело ваше потом увидимся через пару лет и я вам скажу сколько мне лет а вы мне скажете сколько вам первое перестаньте есть сахар и все что содержит сахар второе не нужно есть все что содержит пищевые кислоты уксусную лимонную и так далее эти пакетированные соки это это реальное уме самоубийство поэтому если вы можете по не надо их употреблять далее все что содержит углекислый газ воду газированную не надо вода должна быть без газа белая мука не нужно ее есть ешьте муку гречневая гороховая овсяная прочая мука с отрубями но белая мука высшего сорта она не усваивается она засоряет кишечник ведет к очень очень многим проблемам мужчины проблемы с предстательной железой это дрожжи белая мука пиво сладкое ну а ваши проблемы с предстательной железой заканчивается их проблемами с детьми и так далее обезвоживание об этом уже говорил но это понятно да с токсинами и шлаками человек наевшийся токсинов и шлаков почему я точно вам говорю вот потоните вы увидите один килограмм веса это минус один год жизни лишнего веса я имею вы скоро кто купит кто будет этим заниматься плюс один килограмм минус один год стоит ли она того сами подумайте хотя кому то может и стоит негативные чувства и мысли об этом говорили много вы об этом тоже знаете много инфекции паразиты это страшная тема в интернет просто наберите кишечник видео и все и диета на несколько дней голодовка вам обеспечена абадон наберите паразиты после фото народных депутатов и так далее олигархов и прочее вы причем не поверите не вашей страны не вашей страны вот там будут другие популярные личности вы увидите очень много интересного и после этого вы тоже многое перестанете есть а многое начнете есть и малоподвижность ну вроде бы все ясно на 20-30 минут день у меня нет времени уже уже она даже совсем кончилась но есть очень много простых хороших эффективных техник которые позволят вам прожить дольше итак первое это вот вверху эти нездорового здравого образа жизни средства масс информации когда так шутку меня назвали экспертом нездорового здравого образа жизни почему когда горит здоровье мне честно становится так вот нехорошо здоровье это морковка это бегать по утрам надо да вот ну и проще там обливаться холодной водой непонятно зачем вот а здоровье на мой взгляд имеет только один смысл дожить до счастья и пожить в этом состоянии как можно дольше поэтому первое начните управлять своим здоровьем это возможно второе начните двигаться или не прекращайте двигаться и третье начните есть головой вот той самой башкой прежде всего это опять таки те люди которые прожили вот видите как долго как много но самое главное мы знаем зачем они жили так долго эти люди еще живут посмотрите на их лица посмотрите сколько им лет и мы тоже мы видим ради чего они живут мы понимаем зачем они живут и даже видим как они живут вот этих людей наверное никто из нас не знает но посмотрите на их лица они тоже прекрасны как видите они далеко не здоровый образ жизни некоторые из них ведут особенно хью хефнер это тот самый который playboy вот это мой земляк дорогой надо побеседовать и моя бабушка которая на днях исполниться 90 лет я иная звонил недавно я звоню регулярно и она говорит ну как вы я и спрашиваю как себя чувствуешь и хочешь лесгинку спляшу 90 лет на том конце провода только говорит я музыки не слышу и ноги не двигаются но в 90 лет такое чувство юмора ей просто интересно еще жить хотя пятеро детей я был шестой вот смотрите встречу здесь ему 70 лет найдите его джеффри лайф 70 лет он же через пять лет 75 лет поэтому управление до управляем долголетие это возможно но и это два самых главных вопроса если есть зачем ну и если есть на что жить долго